и снова здравствуйте всем привет и так хотелось бы в этом ролике рассмотреть как подсоединить значит здесь кости чтобы вот это вот значит живот груди на у нас адекватно работала давайте попробуем как это все дело делается сейчас я отключу значит текстуры и попробуем зайти значит выбрать кости зайти в edit mode и что делаем смотрите выбираем я тут изменил значит поворот шеи вот так не знаю как он себя так ну пока нормально ведет как он покажет себя значит в будущих этих анимациях это уже потом я сделаю ролик по такой вот шеи но пока давайте рассматривать грудину значит выбираем низ кости тройка на нампаде сейчас я н панель забываю включать скрин коски чтобы вам было видно что я буду нажимать и вытаскиваем косточку английской е тут тут вопрос я еще не разобрался на какую значит глубину надо ее вытаскивать чтобы она более адекватно работала так если давайте попробуем сделать ее значит чуть-чуть в бок вот так вот по центру значит локтя поставим отсоединим alt p clear parent и смотрите я стал добавлять дополнительную косточку которая не будет нигде задействована чтобы к ней вязать какие-то допустим шею там еще какие-то детали потому что если мы вяжем какому-то позвоночнику когда будем перекручивать у нас значит этот позвоночник это часть кости эта кость ведет за собой то что к ней привязано и очень помогает именно вот эта косточка которая не работает при анимации но держит на себе определенное количество связок так вот мы к ней и привяжем вот эту косточку вот так вот control p keep offset так теперь что хотелось бы сделать вытащим еще одну косточку откуда-нибудь от любого позвонка alt p clear parent опускаем ее вниз и тут вопрос тоже в чем что значит хорошо бы ее поставить подальше вот так вот вот эту косточку но сейчас будем разбираться shift d здесь делайте расстояние побольше я сделал больше костей ну как-то вот так будет наверно правильнее shift d наверное это все теория но сейчас будем смотреть как она будет на практике выбираем вот эти низа или вверх кости нажимаем английскую f и добавляем косточку через shift убираем вверх кости жмем f добавляем косточку и так далее так теперь что нам нужно сделать нам нужно чтобы вот эти кости вот эти все были к чему-то привязаны потому что они будут самостоятельные будет значит просто висеть и за не идти но первую косточку первую косточку можно привязать вот к этой кости насколько это будет правильно не знаю но в принципе грудина будет работать кость будет находиться здесь так как позвонок не будет перекручиваться но давайте сделаем каждую косточку к своему позвонку тут получается через один так тут получается значит тоже control-pi keep offset а вот эти две косточки уже можно к тазу control-pi keep offset так есть такое дело следом что делаем смотрите от так как как будет правильно наверное от этой нет от этой косточки так давайте от этой косточки и делаем связку f так control z английская f так и теперь от этой косточке делаем к этой связку следом смотрите то же самое повторяем от этой косточки это делаем я делал в прошлый раз в другую сторону по моему сейчас разберемся так делаем тоже f так что-то не выбрал как верх выбран кость невыбрана делаем так что такое так не хочет тут что-то связываться ну попробуем здесь наоборот значит вот эту косточку делить что-то не по не пойму не ту наверное эту ловлю фишку эту f на эту в эту тогда сделаем сторону не суть вопроса так почему ты матюкаешься опять пробуем f да просто я выбирал значит другую кость тут не видно видите они вроде две в спайке поэтому смотрите за этим делом ну вот такая значит повязка давайте зайдем в обжиг мод все это дело значит control пи вейт автоматик виджет привяжем к телу выберем косточки зайдем в посмот и теперь смотрите какая штука значит выбираем эту косточку и и вот эту через shift control шифт сочетание клавиш жмем стричь ту и тут тоже стричь ту как control z не ту выбрал это через shift control шифт стричь ту не повторяйте тех ошибок у меня либо мышку на новую нажимая она бывает осечку дает control шифт с стричь ту так есть такое дело теперь смотрите выбираем нашу кость предплечье и вот эту косточку control шифт с стричь ту она уходит у нас в бок здесь уже понадобится немножко ее этако значит подкрутить смотрим насколько и нужно подкрутить оставляем там чуть-чуть и деформации 0104 допустим ну там как у вас получится так теперь предплечье и вот эту штуку тоже control шифт с стричь ту здесь тоже уменьшаем 104 чтобы одинаково было теперь от этой косточки опять на эту косточку control шифт с стричь ту так и вот здесь так здесь у нас получается завязка да а ну-ка так да вот так вот делать не надо я чуть-чуть тут косяка упорол значит в эдит мод заходим вот эти две косточки надо удалить делить бон и значит направить их в эту сторону f а эту в эту сторону f опять не ту кость выбрал так заходим опять же в обжиг нот и повязка значит от от локтя идет внутрь две штуки так control п white automatic виджет ну попробуем еще разок посмотр и значит теперь вот эту косточку на эту косточку control shift c стричь ту и возвращаем и ну тоже где-то 96 так слегка чтобы она тянула слишком большой такой интенсивности растяжения нам не надо будет так и эту тоже так теперь значит что проверяем как у нас работает таз вот вы видите что все работает и теперь как у нас гнется так вот так control z control z control z тройка на нам и как у нас будут гнуться позвонки r вы видите грудина натяжется ну в смысле животина и гляньте какой у нее прикольный изгиб если мы сейчас поднимем g лапы вот то у нас здесь тоже натяжечка но весь смысл в чем что вот эти кости вот эти кости почему-то не привязались так эти кости привязаны на эти кости почему-то отвязаны а ну-ка пробуем так так эти косточки вот эти добавочные они должны быть привязаны значит сейчас я картинку полежу а ну все правильно эти туда эти сюда а тут еще одна кость ну так и есть вроде первый раз сделал и вот почему-то значит так наверное вот эту кость да вот эту кость попробуем edit mode привязать не к позвонку а вот к этой кости control p keep offset так теперь заходим в post mode и все равно ничего-то почему-то они значит не привязаны давайте еще один вариант значит edit mode вот эту косточку привязываем к этой control p keep offset так а вот эту косточку привязываем к этой control p keep offset осмот во первый раз вот сделал и значит чуть-чуть еще у меня эта система не отработана и гляньте насколько прикольно это все дело работает эти косточки у нас вспомогательные больших таких изгибов если переломов не делать вот допустим мы выбираем нашу вот эту кость вы видите а так вот эти кости я тоже что-то отвязались не пойму что происходит так edit mode я же их привязывал при вас control p keep offset отвязались заходим в pause mode все здесь привязано видите если сильно лапы значит у нас подходят к груди но такого быть не может при беге при беге в принципе все можно регулировать видите мягенько но уже живот у нас натягивается мы можем контролировать растяжение живота здесь так же у нас отвязаны косточки можем корректировать позвоночник так вот эта кость у нас тоже она видите сужается косточки идут за ней и тут вопрос черн насколько много этих костей здесь надо вот я еще меньше их сделал можно поставить две штуки допустим первую связать и вот здесь под конец уже под значит под живот еще одну добавить и тогда должно быть в принципе достаточно но это нужно экспериментировать но в принципе в принципе если этими значит косточками регулировать то вид должен быть видите мягкий мягкий вид единственное да есть недочеты на груди но здесь играет роль насколько вот эта кость вот эта кость где она должна быть будет в данный момент вот и насколько низко видите у нее есть вот это конечное ограничение насколько низко ее нужно ставить давайте попробуем теперь при вот таком значит изгибе сделать в edit мод вот эту косточку приподнять повыше можно даже чуть-чуть увести вот так вбок зигзагом эти кости все равно к ней уже будут привязаны и натянуты а ну-ка смотрим какой внешний вид в принципе смотрите спереди ничего так вид давайте попробуем отвести лапу ну приятный такой перелом который вот видите снизу если будет прыжок то это в принципе будет видно но здесь вот давайте смотреть что у нас присутствует у нас присутствует вот эта кость которая здесь уже роли погоды не играет здесь получается складка да если мы выберем косточку и попробуем ее отвинтить то видите кость вверху лучше тогда пусть кость находится ниже так пробуем еще раз edit mode можете я не перевязал а ну ка давайте попробуем перевязать ctrl p white automatic widget ну в принципе нет груди на остается но эту грудину уже будет не проблема значит как-то скульп мод и шипкейми если на крайняк уже подобрать но в принципе лучше выглядит согласитесь растяжение если даже сейчас ctrl z если попробовать вот эту грудину в edit mode поставить поставить еще дальше за локоть дальше но пониже да зайти в object mode перевязать все это дело ctrl ctrl wait automatic widget тогда здесь получается у нас видите шишка да а ну ка да ну и грудина в принципе так и осталось но это потому что возможно поза такая видите если помню сейчас стоял в обратной а ну ка давайте его вернем вот выберем все косточки alt так alt g alt r кройка на нам паде и смотрим теперь если мы поднимем g лапу вот теперь у нас затяжка тут получается просто здесь это кость значит control z control z тройка на нам паде так делать не рекомендуем значит эксперимент по новой куда же нужно поставить вот эту кость и нужна ли она вообще давайте попробуем ее delete bone вот эти косточки delete bone и привязать значит вот так шеи насколько это будет правильно не знаю попробуем удлинить значит часть растяжения ctrl p wait automatic widget и возможно придется еще сюда одну кость засандалить по центру чтобы она как-то грудину держала но это дополнительно может весами попробовать чуть-чуть подкорректировать да заходим давайте пробовать post mode и опять значит эту на эту ctrl shift stretch to понижаем напряг и теперь вот эту косточку плечевую ctrl shift c stretch to ну и чуть-чуть тоже понижаем так смотрим как теперь она заработает тройка на нам паде так ctrl z вот теперь эта кость центральная была удалена значит теперь edit mode нам нужно вот эту кость привязать к той кости за которую она будет тянуться да значит ctrl p keep offset ну это шейная кость и она в принципе так и будет мертвая стоять да значит нужна еще какая-то косточка по любасу ну ладно давайте пробовать так выбираем управляшку ну растяжение хорошее но тогда придется вот этой косточкой дорабатывать вот как-то тут ее уже кость r докручивать корректировать в принципе тоже можно вот тут уже плечо можно будет видите отдельно так создавать ну как бы походку будет напоминать физику да ну вот есть такое это тоже не есть good вариант поэтому давайте файл принцип вы поняли да файл open файл open витца подрик так а вот это мой результат который в принципе меня устроил то же самое видите и привязано вот к этой косточке которую я удалял как только разберусь куда можно деть эту кость как может дополнительно еще что-то на грудь добавить что будет двигаться создавать движение отдельно груди как бы внутри создать значит грудь да вот костями сделать грудь и тогда возможно это все дело будет еще красочнее играть ну а так видите все работает с этим ригом так смотрим вот она посадка идет в принципе видите изломов сзади вообще ноль единственный излом это вот эта грудинка вот эта косточка но лучше чем в предыдущих роликах да когда здесь вот надо было дорабатывать отдельно костя хотя и то вариант по простому если да оно тоже неплохо себя показывает просто привязанные косточки ну как за локтем но вот этот вариант более мягче он более как бы она живая так если у вас локоть западает значит в меш вот вот этот локоть то покрутите значит нужную косточку предплечья вот эту или ключицы и вы можете ее раз чуть-чуть вывести видите да я ее кручу и она выходит вперед ну вот таким образом чтобы она не не впивалась в ребра так теперь значит G вот здесь видите хорошо она тянется мягенько видите изломов нет все но единственный излом вот здесь вот на конечной этой груди если делать анимацию допустим бегаем там еще чего-то в принципе при рендере это может быть этого такого не будет заметно ну или это все можно скрыть повторюсь шипкеями где-то сгладить где-то чего-то и на каких-то прописать шипкеи и это все перекроется но это как вот вариант экспериментируйте пища значит для размышления поступила так теперь G ну таких поз у львов нету так раз так ну видите что мягко все двигается вообще бомб русский да особенно задняя филейная часть вот если нужно значит ее чуть-чуть сузить ну вот раз увели вовнутрь увели вовнутрь и вот она уже меньше если вам нужно ее растянуть чуть-чуть дорабатывайте значит растяжечку и уже у вас прикольная значит гражданка ну опять же вот при этом варианте да при этом варианте видите как можно лапой управлять вообще она мягко и ничего не ломает главное вот этот вариант хороший но еще раз повторюсь нужно разобраться вот с этой косточкой с грудиной так вот они две привязаны друг к другу и вот с этим вариантом так это будет двигать а нет так вот эту можно поправлять а здесь какая отвечает значит вот это во во граждане товарищи можно будет обыгрывать вот таким вот образом а эту значит косточку так перевяжем значит а ну-ка edit mode вот эту кость привяжем к этой нет вот эту к этой ctrl-p и popset так пробуем 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 еще раз постмод ага ну тогда здесь уже катапульта здесь тогда уже очень очень неинтересно происходит вообще ломка так что это дело отставить смотрим что к чему и значит вот эту кость вяжем вот вот эту вот эту кость вяжем к этой ctrl-p она привязана получается вот эта кость у нас основная а ломку дает вот эта кость потому что к ней здесь отходят вот эти две косточки давайте попробуем если мы их удалим delete bone и оставим только заднюю связку зайдем в object mode перевяжем все это дело ctrl-p wait automatic widget ну получше да нет ну конечно да вот грудь получше но вот эта растяжка видите она никуда не девается эту растяжку нужно подумать как ликвидировать возможно проблемы в сетке может настройки значит веса можно веса регулировать чтобы эта зона вообще значит не отвечала на изгиб на какие-то кости тогда веса нас спасут ну а так со стороны вид очень мягкий вид хороший единственное тут надо вот длиной не перебарщивать вот слаб не знаю может но если поставить влияние на две кости а ну ка давайте попробуем ну тогда это будет очень неинтересно и печально так что на три кости так и оставляем можно а ну-ка если на 4 то будет уже тянуть да уже всю связку 4 уже многовато итак модель значит находится в группе для скачивания пробуйте экспериментируйте ну со стороны мне нравится как это львица выглядит недочеты конечно есть вот тут натяжечка там натяжечка ну я думаю что это можно будет как-то обыграть допустим вот этой косточкой сделать R или наоборот растянуть или добавить есть значит поворот бамс ну гляньте и все исчезло играем значит поворот а ну-ка и видите прописывается поворот значит в таймлайне вот на первом кадре вот этот поворот прописался на десятом кадре мы можем его еще раз уменьшить английская и он встанет как нам надо на изначальной позе ну хотя бы можно так костями доигрывать ну изгиб вообще шикарный живота вы видите вот я изогнул в принципе если ну такой сильной растяжки не делать то неплохо так вот такая информация если что-то у вас интересное тоже тут проскочит какие-то мысли по вот этой настройке то тогда желательно очень чтобы вы написали в группе или под роликом все всем пока до свидания